На улице Аменева с раннего утра работает строительная техника. Это первый объект, на котором побывали участники оперативного штаба по подготовке Самары к отопительному сезону. Здесь идет перекладка тепловых сетей. Часть траншеи проходит по территории школы, поэтому подрядчик должен завершить на ней все работы до начала учебного года. Трудиться на объекте обещают и днем, и ночью. Планируем все вовремя закончить сроком. То есть все усилия и силы, может представляется, есть у нас. Техника и люди. У нас 25 августа, чтобы территория школы была готова полностью. Еще один важный объект – это теплотрасса по улице Ташкентской. На сегодняшний день здесь собрана вся монтажная схема. На большей части участка проводят гидроизоляцию. После того, как подрядчик засыплет траншею, начнется восстановление проезжей части. В этом сезоне перекладку сетей проведут на 20 объектах. Участники штаба запланировали посетить практически все из них. Та проблематика, которая возникает, решается в рабочем порядке. Для этого, в принципе, и выезжаем непосредственно объекты, для того, чтобы на месте принять определенные решения, для того, чтобы работы не простаивали. И в какой-то степени корректировать графики, для того, чтобы закончить работы по перекладкам в те сроки, которые нам позволят. В настоящее время готовность объектов, где идет перевооружение теплотрасс, оценивают в 70%. В целом же областной центр готов к предстоящей зиме на 80%. Подготовка к зиме не только связана с тем, что ведутся перекладки теплотрасс по городу. Это и подготовка многоквартирного жилого фонда, и подготовка сетей холодного водоснабжения, водоотведения, котельных, электроснабжения. Поэтому весь этот комплекс мероприятий на сегодняшний день оценивается как 80%. Поэтому, в принципе, идем в графики. За ходом работ ведется постоянный контроль. Во время выездов на объекты оценивается качество перекладки теплотрасс, а также соблюдение графиков подрядчиками. Светлана Тимофеева, Василий Калдашов. События. Светлана Тимофеева, Василий Калдашов. Светлана Тимофеева, Василий Калдашов.